Всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Очередная прогулка по Берлину сегодня будет. Мы сейчас находимся в Кройсберге. Сегодня какое-то нашествие лебедей. Там просто толпы лебедей плавут. Буквально еще три дня назад этот канал был замерзший полностью. И здесь катались на коньках. А сейчас все отмерзло, разморозилось. И прилетели лебеди. Сегодня видели стайки журавлей летели. Так что прям весна идет. Весне дорога. Какой-то рыночек развернули. Хотя фламарки сейчас тоже закрыты. Бараколки вот эти вот. Ну, какие-то местные люди вынесли какие-то вещи. Можно подойти посмотреть. Так что погода отличная. Я как-то сильно нарядилась. Тепло. Прям жарко сейчас на улице. И сейчас мы, наверное, поедем немножко дальше. Погуляем на Александр Пласс. Возможно, подойдут мои знакомые. С ними еще встретимся. Так что, да, еще один замечательный днек. Сегодня воскресенье. Тепло. И пойдемте вместе в Агрен. Мы сейчас гуляем вдоль канала. Он еще немножко замерзший. Как я говорила, он недавно был только весь во льду. И в Кройсберге все-таки самые интересные люди живут. Как мне кажется. Я думаю, что тут много студентов живет. И они все практически из разных стран. Что, как я и говорила, мы приехали в центр. Встретились с моими подружками. И лучшими. Мы редко сейчас встретимся, потому что у меня ребенок. Карантин, локдаун. В общем, не до встречи так было. А сегодня так звезды сошлись. И мы все-таки встретились. Они вот тренируются. Будущие мамы. Катают ребенка, пока он спит. Нет, на самом деле у нас есть будущий папа. Будущий папа тоже есть, так что не думайте. Блин, конечно, толерантный город, но эти девочки не такие. Не толерантные. Не толерантные. Кстати, мы все познакомились в связи с ОПР. Мы все были нянями раньше. И потом каждая сама начала заниматься тем, чем решила заниматься. Постопили в университеты. Я делала в социальный год. Кстати, вот Аня, я в одном из видео рассказывала про то, как получать всякие разные визы, чтобы оставаться в Германии. И говорила о том, что можно получить визу и остаться здесь на социальный год. Вот как раз-таки Аня может немножко подробнее рассказать. Ты делала сначала ОПР, а потом ты еще после ОПР сразу осталась или как? Да, я сразу поменяла на проекте визу и визу и визу и визу сделала себе. И еще полгода делала социальный год. И что ты делала в это время? Ну, как бы ты где работала? В Альтасхай. В Альтасхай. И тебе понравилось? Сполы хорошо. С старичками мы читали, ходили гулять. Прикольно. Я даже не знала. Я, кстати, сама даже не знала. Вот такие вот открываются секретики. Я думала, Аня приезжала на ОПР, потом я знаю, что она обратно уезжала в Украину. Я после социального года обратно уехала в Украину, а потом вернулась сюда учиться. Ко мне. Вернулась ко мне. Да, я к Украине вернулась. Мы не выдержали расставания. Да, и Аня вернулась, и после этого ты поступила учиться. И ты поступила уже когда была в Украине, то есть ты уже узнала, что ты поступила. Ну, я подавала документы с Украины, да. Ника организовывала мне все. Я даже не помню. Ты мне писала... Что? Нет. Экзамены я, кстати, не сдавала. Экзамены я никакие не сдавала. Я языковой тесте тоже не сдавала, потому что я учила в институте в Украине немецкий язык. Мне зачислили это как сертификат В1 или ЛЦ2, и я уже не знаю ЛЦ1. А, ну понятно, я уже не помню. Да. То есть мне не нужно было сдавать экзамен. Я просто подала заявку, написала бевертус, бриф или что-то такое, я не помню, если честно. И все. Но я же поступала после социального года сюда. И я получила место, но я от него отказалась от него в Украину. И я написала уже через три года после Украины письмо в свой уни, что я такая-то, такая-то, я уже к вам вывербовалась. Теперь я опять хочу. Не все раз хочу. Нет, я про себя расслабываю. А, да, что я хочу учиться все-таки у вас, и да, мне пришло ЦУЗАГО. ЦУЗАГО, это согласие. Согласие. Да, то есть ты целые три года, получается, после социального года была в Украине. Что себе я даже знала. Я думала. Ну, вернее, я знала, что ты была в Украине. Ты не думала, что так долго. Долго, три года. Вот, и поступила ты тоже на воспитателей. Где-то училась? По Хохфоле-Потзам. Потзам. Да, она до сих пор ранее живет в Берлине, но училась она в Потзаме. Это с соседних городов. Закончила уже, да. Так что сейчас ты уже работаешь полностью, полный день, да, ЦАГО? И как тебе эта работа, потому что у меня сейчас, кстати, возможность есть такая, что я тоже, возможно, буду воспитателем. Что ты скажешь о своих впечатлениях от этой работы? Я все боюсь, что меня достает один ребенок, а там будет 20. Ну, когда 20 детей, это, конечно, сложновато. Да, они кричат, они шумят, но не знаю, мне кажется, ко всем привыкаешь. И у тебя 8-часовой день или у тебя какой-то там по-другому как-то часы? Сейчас у меня только 20 часов, на самом деле. Потому что у меня еще студенческая виза официальная, я ее еще не поменяла на рабочую визу. А вообще, потом, да, будет 8 часов рабочий день, 30 минут пауза, перешли. Да, да, да. Вот, и еще, кстати, я недавно с мамой разговаривала, у меня спрашивала, говорит, что входит в Берлине в обязанности няни. Допустим, у русских, в русских детских садах есть нянечка, а есть воспитатель. Нянечка подтирает попу и там всем дает кашу, а воспитатель уже какого? В Берлине, в Германии нет пьяничек, есть только два воспитателя на группе, и они делают все. И ты должна прям памперсы менять, если там есть ребенок, как и есть. Это страшно. Да, то есть нет такого человека, который приходит и это все делает. Ты уже прям натренированная, мать, ты все умеешь. Я все умею, я могу с вашим ребенком сейчас все сделать, все, раз, раз, все. Мне уже не страшно, рожать детей. У вас там есть, случайно, это место в саду? Есть, кстати, есть, приходи в очень хороший сад. А где у вас Али? Фридерштрасса. Фридерштрасса? Фридерштрасса. Можем поедать. Я думала, ты там в Марсиане у себя живешь, и там у тебя домик. Ой, домик, смотри, садик. Это, я надеюсь, ты посылаешь волну куда-нибудь в кост, чтобы у меня когда-нибудь был домик. Фридерштрасса. Нет, у меня же была, я в подсдаме работала сначала, а сейчас я пришла уже сюда. И у тебя сейчас немецкий садик? Немецкий, немецкий. О, это хорошо. Отличаю. Я потом хочу своего размера. Да-да-да, я потом пришла в немецкий садик, чтобы у меня был немецкий. И что, у вас реально есть садик? Сейчас прям берут детей? Да. И где именно на фридерштрасс? А, детей? Я думала, ты по себе не стоит. Я думала, ты к нам приходишь. А, воспитатели тоже берут. Берут, воспитатели. Вот тебя возьмут, а ребенка я думаю, могут тоже взять. А если я приду, то тогда я ребенка я думаю. Наверное, не так. Это как? Ну, они нам с этими слажами, наверное, не знаю. А что ты за слажами говорила? Я не знаю. Продолжим нашу рассказ. Продолжим. Ты говоришь, что у вас воспитатели требуют, и они взвесные знания немецкого. Ну, в смысле, надо о том, что ты знаешь немецкий, но... Я знаю в моем, например, старом садике подзыве тех, кто заканчивал институты в России, в Украине. А здесь подтверждали образование. Им нужно было сдавать тесты знания языка. Но, честно говоря, я не знаю, во всех где-то садиках. По тому, как мы, например, боемся, то сейчас есть секвейронштайгеры, да? То есть это люди, которые они... Там сейчас живы-то прикольные, да? Да, да. Там девочка, она с Аргентином приехала. У нее образование, она что-то с менеджментом учила. А сейчас она работает с детьми. То есть она, корм, штайгеру не очень лучше часов, чем положено. Ну, то есть... Типа она учится там же и вместе работает и вообще? Да, да. То есть она пойдет учиться делать аусбилл, пойдет учиться в школу. Ну, вот сейчас она работает. У нее, по сути, нет педагогического образования, но она работает. Ну я, кстати, думаю в плане тебя о том, что тебе... Можно точно так же, наверное, предискать, что вот у меня педагогическое образование... У меня есть бумажка, что меня приравняли к Альтрехстрассе? Ну вот, тем более, я не думаю, что они здесь стоят. Приходи работать в наш садик. Где именно Альтрехстрассе? Прям на Альтрехстрассе. Альтрехстрассе. Прям центр-центр. Круто, от нас прям прямо идет туда. У меня тоже так хорошо. Два минуты, я уже там. То есть я буду в жизни не подумала, что там не садик, потому что там обычные дома. Там садик. Ну, в плане с Горикой. Ну, теперь поговорим с Никой. Ты уже делала ОПР год? Изначально. Было дело. После ОПР что ты решила? Ты изначально училась в России или в Питере? В Питере Ника училась? Я училась в Смоленске. У Ники три образования. Она наконец-таки решила, кем она может быть. Пока не решила. Все еще открыто в моем возрасте. Когда Ника станет взрослой, она будет кем-нибудь другим. Я еще не знаю, кем я буду, когда вырасту. Так вот, Ника в Смоленске училась в университете, и она тоже преподаватель в немецком университете. Я училась в Хагенском заочном университете на социологии. Социология и культурология. Но заканчивала я его уже будучи здесь. Ну круто. Получается, ты уже, как бы, учась там, уже закончила университет в Германии. Ну да. Еще не закончила. Ну, как бы, почти закончила. Ну, удобно. Потом, вот, после оперства, я поступила здесь, в университет. На какую специальность? Как ее назвалось? На специальность Public Management по специализации контролинг и финансов. И ты сейчас работаешь по специальности? Сейчас я работаю по специальности. По моей последней специальности. Контролирую и трачу. А почему ты не пошла, допустим, по своей специальности культуролог или педагог? Ты могла бы как бы доучиться и стать именно преподавателем? Ну, чтобы стать преподавателем, это надо доучиться. И доучиться не чуть-чуть, а конкретно, по-моему, год или два надо учиться, а потом проходить все вот эти вот референдариаты и экзамены. Я сейчас перебью этот путь долгий. Подписана надо, не подписана, но как бы я лично там, и когда я работала в АКТУ, она там деткам преподавала английский язык. И она очень сильно похожа на тебя. Она разговором похожа на тебя. Нет. Не Альвина? Немножко... Этот... Таня ее зовут. И она, ну хорошо, говорит на английском, на немецком все, как бы тоже она заканчивала в Украине, по-моему, какой-то университет. И я просто незавно у нее сторисы смотрела, и она там в сторисах плакала с каким-то сертификатом. Ей дали все найти сертификат о том, что она может преподавать в немецкой школе. И она хвалила там, и там что-то никак не в Оскар получала, что вот она... Пол жизни, наверное, на него училась. Да, потому что, видимо, действительно это очень сложно сделать, чтобы русская девочка или там с Украины девочка смогла преподавать здесь немцам немецкий как бы язык. Ну и немецкий должен быть очень на хорошем-хорошем уровне. Или не все родители, наверное, хотят отдавать детей в школу, чтобы у них какая-то иностранка сломана немецким вела немецкий. Это теперь не стадик. Это да. И это вот то же самое, как Альбина сейчас. Она же уже... Мы с ней тоже недавно переписывались. Альбина это тоже девочка знакомая. Это тоже вообще ау-пэр. Это тоже вообще ау-пэр. Она сейчас как раз-таки заканчив... Ну, вернее, закончила уже на преподавателя младших классов в школе. И вот мы с ней недавно переписывались. Она говорила, что у нее будет какая-то комиссия, открытый урок. И она там очень сильно готовится и тоже переживает. Потому что она тоже говорила о сложности преподавания в немецкой школе, когда ребенок тебя может поправить и сказать, а ты знаешь, ты сказала там не так тетрадка по-немецки, как мы говорим. Ну, в общем, это, конечно, наверное, очень неудобно и как бы немножко даже стыдно, когда ты стоишь перед классом и тебя какой-то ребенок управляет в языке, который для тебя, собственно, не является родным. Да, в общем, сложно определиться вообще с тем, кем ты будешь в Германии. Когда вырастешь. Когда вырастешь. И поэтому, конечно, вот для меня это прямо какой-то насущный сейчас вопрос. Потому что я не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. Потому что у меня, в общем-то, есть образование. Я еще до сих пор учусь, уже учусь большую часть своей жизни, наверное. А работать ни кем дисклоком не могу. И не знаю, хочу ли я быть воспитателем. Не знаю. Хотя, по идее, могу быть как бы им. Либо, да, идти опять учиться. Ну, как-то вот мне настолько не хочется учиться. Вот мне нравится снимать видео. Мне нравится комментировать, мне нравится говорить. Ну, опять же, куда я пойду со своим YouTube? Подписчиков, мне разница мало. Своё, свой бизнес. Бизнес, продакшн. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте классик. У меня вот это пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Если не понравилось, тоже пальчик вверх. А Инстаграм моих девочек я оставлю в инфобоксе. Подписывайтесь. У меня не надо, у меня там нет ничего. Но всё равно послушайте здесь на Ане на Инстаграм. У неё там бывают классные фотки. У меня бывают классные фотки. Да. Сторисы тоже с Берлина, так как она здесь живёт. Кстати, вот Аня живёт в восточной части Берлина. И хотела бы ли ты жить в другой части Берлина? Там западной, например. Или вот это в центре. Или тебе нравится, в принципе, Восток? Ну, Восток это Марсан. Там достаточно много живёт русскоязычных людей. Вот кто переезжал ещё в 90-е годы. Там достаточно много переселенцев остались. Как тебе этот райончик? Я тоже там жила. Нормальный. Хороший. Но я бы хотела жить в маленьком Биркинведере. Это где? А, Биркинведов. Это там, где мои немцы живут. Ну, то есть я хочу куда-нибудь маленький, небольшой городишко, где много частных домиков. Не очень дорогих. Где тихо, спокойно туда. И не ездят машины. Ну да. Я взрослый человек. Хочу спокойствие. В принципе, хорошее. Хорошие места. Хорошие места. Хороший дом. Но у меня нет денег. Хороший дом. Но у меня нет денег. Хороший дом. Хороший дом. В общем, на самом деле, очень мне нравится YouTube. И очень зря вы не подписываетесь на мой канал, кто смотрит это видео. Надо сделать так. Ду-ду-ду. Да. Мы, кстати, пришли опять в то же место, где мы были вчера. Я тоже вам оттуда снимала влог. Но вчера мы были без нас. Да. Но вчера мы были одни. Без девочек. Без лучших подруг. Без лучших подруг. И в Берлине, видимо, не знаю, что такое локдаун и карантин. Все закрыто. Но посмотрите туда. Вот здесь, как всегда, классный какой-то музыкант стоит. Вчера здесь паренек играл на гармошке. Сегодня вот поет, играет на гитаре. Скоро будет 9 мая. Мы будем снимать видео, наверное, в третий-то в парке. Да ты сейчас загнал. Лишь как-то легко. Я сейчас хотела проверить. Мы будем снимать видео в третий-то в парке. А они себе уже записывают просто заметку. Когда следующее видео. Я буду тренироваться, нарабатывать голос. Подготовь своих подписчиков. Да. Кстати, это сейчас 23 февраля. Вот через два дня будет 23 февраля. Отвечаете ли вы со своей мужчиной 23 февраля? Обязательно. Поздравляете ты Андрея. Андрея у... Это мой будущий муж. У Ани будущий муж. Отец ребенка. Он тоже говорит по-русски. То есть он русскоязычный и русский немец. Да? Немец. Да, русский немец. Вот. И Аня его поздравляет с 23 февраля. Да. И что ты ему даришь? Я ему подарю в этом году. Да, не надо было этого, наверное, говорить. У меня сюрпризы не выйдут. А вообще я ему дарила флягу. Флягу? Да. С содержимым? По-моему, без. Не без содержимого. Я не люблю, когда он пьет. А зачем ты пьяный дарил? Для водички. Для водички. Для виду. Ясно. А вот ты что будешь дарить? Я ничего не буду дарить. Не понял. Нет, кстати говоря, мой муж служил в армии. Мой муж в будущем тоже. В немецкой. В немецкой армии. А ее муж в будущем тоже. Да. И у Ники муж тоже. Он немец, он не русский немец. Он просто немец. У меня он не муж. Ну что, а на этом мы будем с вами прощаться. Надеюсь, что вам было интересно послушать историю моих подруг. О том, как они сюда попали и как они сюда переехали. И кем они теперь работают. Кем вы стали. Кем вы стали, да. Это такая история успеха, можно сказать. Так что, да. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Вот это. Впереди вас ждет еще много всего интересного. И до новых встреч в новых видео. Пока.